Победители Всероссийского форума «Территория смыслов». Врачи научно-клинического центра КФУ спасли пациентку с осложненной формой лимфедемы. Приемная кампания в Казанском федеральном университете в полном разгаре. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. Сервис «Суперджоб» опубликовал рейтинг вузов России по уровню заработной платы молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции и окончивших вуз в 2016-2021 годах. Казанский федеральный университет разместился на седьмой позиции. Двое ребят из Татарстана выиграли на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Более 800 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Какие идеи представила наша амбициозная молодежь, расскажем далее. Неспроста Татарстан является одним из лидирующих регионов Российской Федерации. Иначе быть просто не может. Все потому, что здесь понимают, подрастающее поколение – это один из главных рычагов развития республики. Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь». События подвели итоги работы первого сообщества «Город». Форум подразумевает взаимодействие и последовательную работу участников по различным направлениям для улучшения и благоустройства страны. Одними из победителей стали ребята из Татарстана – Дмитрий Колесников и Полина Полымова. Дмитрий развивает спортивное направление «Дронрейсинг» и реализует его в проекте «Дронтим Гренада». Выпускник набережной Челнинского института Казанского федерального университета получил 700 тысяч рублей на воплощение в жизнь инженерной школы пилотирования дронов. Мы будем учить ребят, молодежь пилотировать спортивные квадрокоптеры и соревноваться между собой на новой трассе. Профессия пилота, беспилотного летательного аппарата – это профессия будущего. Она входит в топ-50 профессий будущего Российской Федерации. И это развивает координацию, это развивает мышление. И поэтому мы вот, ребята, учим данному виду спорта. Студентка института дизайна и пространственных искусств Казанского университета Полина Полымова получила грант на развитие своей идеи «Инклюзивной танцевальной школы в жизнь» в размере 164 тысяч рублей. По словам девушки, отбор конкурсантов был серьезный. Экспертный совет форума «Территория смыслов» оценивали не только саму идею проекта, но и актуальность выбранной тематики, написание заявки на участие, количество привлеченных команд и, конечно же, формирование бюджета. Это фестивальный проект, он будет длиться три месяца. Первый месяц будет проходить обучение для волонтеров и тренеров. Последующие два месяца это будет open space мероприятие в парке с привлечением прохожих и мастер-класс на закрытой территории, в каких-нибудь залах танцевальных, по растяжке и танцам уже для набранной группы. Стоит отметить, что это не первый проект, в котором участвовала Полина. Еще на первом курсе обучения девушка вошла в состав активиста в Казанском университете и была волонтером многих региональных и всероссийских форумов. Одним из таких стала профессиональная стажировка на телеканале Универ-ТВ, где девушка попробовала себя в качестве новостного корреспондента. Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года и до 2018 года он базировался во Владимирской области. Уже с 2019 года площадкой форума стала мастерская управления «Синеж» платформы «Россия – страна возможностей» в городе Солнечногорске Московской области. Организаторами форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универ-Ньюс. В Центр лимфологии Научно-клинического центра Казанского Федерального Университета поступила пациентка с осложненной первичной формой лимфедемы. О том, как врачи спасали ее жизнь, узнавала Алина Красильникова. В Научно-клиническом центре Казанского Федерального Университета прооперировали пациента с лимфодемой с помощью инновационной методики. В прошлом году девушка обратилась к ведущим специалистам центра лимфологии с осложненной первичной формой лимфодемы. Осложнения привели к слоновости нижних конечностей пациента, фиброзному, деформирующему поражению мягких тканей ноги, ограничивающих подвижность пациента. Ранее пациенту было проведено несколько операций в других клиниках, но они не привели к значительным улучшениям состояния. Для того, чтобы избавить девушку от лимфатического отека, врачи Центра лимфологии Научно-клинического центра Казанского Федерального Университета совместно с коллегами отделения пластической хирургии клиники МИДСИ применили инновационную методику лимфовинулярный анастомоз, то есть операция с использованием микроскопической навигации. Провели вначале консервативное лечение, максимально подготовили эту пациентку, прообследовали, сделали максимальное обследование и МРТ-лимфографию, и ICG-лимфографию. То, что практически нигде, ни в одном центре в России не проводится одновременно и того, и другого. То есть здесь вот мы одновременно это провели и получили более такую серьезную картинку, на которой мы можем понять, что даст ли результат эта операция или нет. Потом, соответственно, провели операцию. И операция тоже не просто так вслепую. Операцию провели Айгис Фисханов, сердечно-сосудистый хирург, руководитель Центра лимфологии научно-клинического центра Казанского федерального университета, а также пластические хирурги клиники МИДСИ из Санкт-Петербурга, Герман Медведев и заведующий отделением пластической хирургии Денис Соломицкий. В ходе операции для визуализации лимфатических сосудов проводилась еще одна уникальная процедура ICG-лимфография. Это исследование, которое позволяет более точно определить состояние дренажа при лимфатическом отеке конечностей. Подробные микрохирургические операции проводятся только в нескольких клиниках России – в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. Теперь к списку городов добавилась и Казань. В том виде, который мы сейчас провели, с предоперационной подготовкой, со всеми этапами предоперационной диагностики, интероперационной диагностикой и послеоперационным лечением, то есть в таком виде мы в России первые сделали. Можно ли делать просто по отдельности? Можно. Просто эффективность по данным мировой литературы будет лучше, если полностью соблюсти всю методологию. Благодаря техническому и научному прогрессу лимфедема давно перестала быть неизлечимым заболеванием. Специалисты научно-клинического центра Казанского федерального университета помогают пациентам на всех этапах лечения – от правильной постановки диагноза до подбора компрессионного трикотажа и индивидуальной программы реабилитации. Сочетание возможностей хирургического лечения лимфодемы с наличием стационарного отделения по лечению лимфодемы позволяет достигнуть оптимальных результатов и добиться стойкого снижения лимфатических отеков. Пациенту предстоит пройти еще несколько послеоперационных этапов. Будут проводиться перевязки, лимфодренажный массаж. Также в индивидуальном порядке заказан специальный компрессионный трикотаж плоской вязки, который сшит по размерам девушки. После прохождения реабилитационного периода ведущие специалисты в области хирургии ожидают уменьшения в объеме и диаметре нижних конечностей. Алина Красильникова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. Терминатор, захвативший огромные угодья, появился как надежда советского сельского хозяйства. Справиться с ним не под силу даже человеку. Что же ждет нас в будущем и когда придет спасение, узнавала наш корреспондент. Различные виды борщевика существовали на территории современной России достаточно давно и не доставляли проблем человеку. Многие виды достаточно безобидные и даже полезные, местами съедобные. Нередко в старину молодые побеги борщевика добавляли в супы, солили и даже мариновали. В настоящее время серьезную опасность для сельского хозяйства, а также для здоровья человека и крупного рогатого скота представляет борщевик Сосновского, который в середине 20 века культивировался как силостная культура. Опасность его заключается в том, что содержащиеся в нем токсичные вещества могут вызвать сильные ожоги. Особо опасен цветущий борщевик. Вы можете даже просто мимо проходить, и вот эта пыльца, которая разносится, то есть вот эти летучие соединения, то есть уже они могут вызвать ожоги. Эти ожоги, что еще опасно, они проявляются не сразу. И только, например, вечером, а там достаточно электрического освещения, светолампочки, чтобы вызвать вот эту фотосенсибилизацию, причем она сохраняется довольно долго, вот эта повышенная чувствительность к свету. В России и в других странах бывшего Советского Союза растет около 40 видов борщевиков. Все они довольно крупных размеров. К примеру, борщевик Сосновского высотой более метра, но во многих местах могут встречаться экземпляры и до 4 метров. Также встречаются борщевики малых размеров. Сибирский борщевик не ядовит и растет до 30 сантиметров. Борщевик-сорняк неприхотливый. Однако ему очень подходит для роста территория, на которой сохраняется хорошая влажность, а также обилие света. На сегодняшний день борьба с борщевиком остается открытой тем для разговоров. Злостный сорняк продолжает захватывать территории, на которых нет соответствующей обработки. По мнению специалистов, самый эффективный способ борьбы с борщевиком – выкапывание его корневой системы. Причем эту процедуру необходимо повторять на протяжении нескольких лет. Только так сорняк можно гарантированно уничтожить. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Работа приемной комиссии в Казацком федеральном университете в полном разгаре. Вчерашние школьники волнуются как никогда, ведь перед ними дверь в самостоятельную жизнь. Какие вступительные испытания проходят в эти дни, узнаете в следующем сюжете. На площадке Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 19 июля стартовали внутренние вступительные испытания по направлению рисунок для битурентов Института дизайна и пространственных искусств. В этом году у нас количество поданных заявлений значительно больше, чем в прошлом году. Поэтому мы немного переживаем за как раз проверку работ. Проверка и онлайн, и оффлайн. Здесь у нас работает квалифицированная комиссия. Но мы думаем, что им предстоят вот эти вот три дня очень насыщенных и плотных. Творческий экзамен по рисунку абитуриента сдают за мольбертами, который вместе с бумагой представляет сам институт. Параллельно с очным экзаменом абитуриенты имеют возможность проходить вступительные испытания в дистанционном формате. Часть ребят дают онлайн-экзамен через систему Экзамус. Им также предоставлено время 4-5 часов. И мы ждем результаты. И с большим волнением мы ждем, чтобы не подвела система. В данный момент у них тоже проходит рисунок параллельно. Творческий экзамен для тех, кто собирается поступать очно и очно-заочно, продлится до 20 июля. Те, кто планирует обучаться заочно, сдадут экзамен по рисунку 3 и 4 августа. С подробным графиком проведения внутренних вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. Напомним, прием документов от поступающих к ФУ по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний продлится до 25 июля. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok